На этой неделе Румыния, последняя из 32 стран НАТО, поддержала кандидатуру нового генсекретаря Альянса Марка Рютте. Чиновники НАТО рассказывают, что трудно представить преемника, более похожего по характеру, на прежнего генсека Йенса Столтенберга. «Они оба прагматичны и вызывают симпатию. Они способны создавать коалиции и находить точки соприкосновения». Рютте известен своей скромностью. Он живет один в небольшой квартире в Гааге, еженедельно преподает в местной школе и часто передвигается по городу на велосипеде. Несколько лет назад в сети завирусилось видео, где он убирает свой пролитый кофе. Этот образ спокойного, компетентного человека, хорошо знакомого по долгой работе премьер-министром Нидерландов, позволил ему заранее получить поддержку большинства союзников. Разрушив надежды премьер-министра Эстонии Каи Каллас на то, что пришло время для первой женщины-генсека из страны на восточном фланге Альянса. Президент Румынии, однако, задержал утверждение кандидата-фаворита. Это также позволило премьеру Венгрии Виктору Орбану использовать в своих целях личную неприязнь Крюте, с которым он на протяжении многих лет вел ожесточенную борьбу по вопросам верховенства права. «Нидерландец несёт ответственность за весь этот бардак. Цель – поставить Венгрию на колени». На этот раз Рюте пришлось пойти на компромисс, подписав письмо, подтверждающее, что он сохранит обещание, данное Столтенбергом, позволить Венгрии отказаться от поддержки Украины в НАТО. Это первый серьёзный компромисс, на который Рюте пришлось пойти ещё до вступления в должность. «В некотором смысле это подрывает единство правила консенсуса в НАТО. Поэтому я надеюсь, что Рюте больше не пойдёт на подобные уступки национальным лидерам». В зависимости от исхода выборов в США в ноябре у Рюте могут возникнуть и более серьёзные проблемы. Союзники, поддерживающие его кандидатуру, пытаются оценить способность будущего генсека находить точки соприкосновения с Дональдом Трампом. Однако у Рюте в связи с этим вопросом уже сложилась определённая репутация. Ранее он публично упрекал Трампа в том, что тот не стремится решать проблемы в торговых отношениях США и Евросоюза. Однако в менее известном инциденте на саммите НАТО в 2018 году Трамп так бурно критиковал низкие расходы Европы на оборону, что Столтенберг попросил почти всех присутствующих, кроме национальных лидеров, покинуть зал. Тиму Костер был там и говорит, что Рюте вмешался. И сказал Дональду Трампу, что он может приписать себе заслуги в недавнем увеличении расходов, что было не совсем верно. Но это несколько успокоило президента Трампа. Он нашёл способ представить ситуацию как нечто, чего он добился. Поворотный момент в вопросе роста расходов на оборону произошёл ещё при Обаме. Верно. Но я думаю, что самая важная задача любого генерального секретаря – обеспечить единство внутри Альянса. Для этого Рюте потребуется его умение находить компромиссы. Ведь в настоящее время в Альянсе 32 союзника. Происходят политические перестановки, усиливаются ультраправые силы, а война по соседству будет продолжаться ещё долгое время. О том, каким видит на посту генсека НАТО Рюте, что будет с поддержкой Украины, говорила и бывшая замгенсека Альянса Роуз Готемюллер. Я думаю, продолжение поддержки Украины во многом будет зависеть от того, насколько Европа будет готова принять ответственность за эту поддержку, если США отступят от обязательств, которые взял на себя президент Байден. В таком случае, я думаю, что это очень хорошо, что ряд стран-членов НАТО, включая Нидерланды, подписали сейчас эти долгосрочные обязательства по безопасности Украины, в том числе некоторые из крупнейших государств, такие как Франция и Великобритания. И это означает, что есть твёрдое обязательство не только в политическом отношении, но и в плане ресурсов, которые стран-члены НАТО в Европе готовы выделить на помощь Украине в будущем. И я думаю, что у Рюте будет много работы и по вопросу финансовых обязательств, и в контексте политического капитала. Но он может столкнуться с проблемами, потому что если США отступят, я думаю, это вызовет беспокойство во многих странах НАТО в Европе. Но мне понравилось, как на Мюхенской конференции по безопасности он сказал, «Давайте перестанем ныть по поводу Трампа и займёмся делом. Мы должны быть готовы защитить себя». Думаю, это правильное отношение.